Лав Стори по-русски Полный шаг Ну делай как тебе удобно Вот такую мелочь Не можешь и решить самостоятельно Брать же не свитер или не брать Да бери Чё б побери? Пожалуй ты прав Чё таскать с собой лишнюю верно? Не возьму Чё б я делала без твоих советов? Алло! Тебе можно зайти? Можно Но есть нюанс Какой? Муж Ааа ты замужем Поздравляю ну и как? Хорошо Муж хороший Очень хороший Но есть нюанс Какой? У него семья Аааа так значит он с ней С ней Но есть нюанс Какой? Он в то время у меня Так значит хорошо Хорошо но есть нюанс Какой? Я люблю другого. Почему же ты не с ним? Он меня не любит. Так, значит, можно зайти? Конечно. А вот ещё один телефонный разговор. Алло. Алло. К тебе можно зайти, зайчик? Можно. А чего сейчас твой зайчик делает? А ничего зайчик не делает. Зайчик? А твой волк дома? Нет. Дальше что? И не скоро придёт? Нет. Дальше что? Я хочу скорее увидеть своего зайчика. А больше ничего. А чего это зайчик сердится? Нет. Ну я так не могу. Я вчера его жду-жду. Ну зайчик, зайчик. Вчера было никак. Ну моя кобра целый день была дома. Сижу-сижу. Ну зайчик. Ну зайчик, как дура. Зайчик. Ты мой зайчик, я твой кто? Свинья. Я не шёл, прискочу. Зайчик хочет морковки. Хочет. Так они креплённые. А я сухой. Сейчас приеду к зайчику и дёргну зайчика за её длинные ушки. Это у меня длинные ушки. Это у тебя короткие ножки. Ты чё, зайчик, до сих пор сержишь, что ли? Нет, я так больше не могу. Надо что-то решать. Ты же знаешь, как он всё чувствует. Ну ещё. Вчера утром он встал с постели и говорит, быстрай же место, чтобы никто не занял. Я на секундочку. Зайчик, я не могу. Вот так вот, сразу. Ничего себе, сразу. Это длится уже год. Но, предположим, не год. Только месяц. Это для тебя месяц. Нет. Ты всё-таки не мужчина. Я не мужчина? Ну, найди себе другого. Птенчик, ты что, обиделся? Обиделся. Птенчик, ты же знаешь, что я своего птенчика ни на что не променяю. Не променяй. Ты же мой птенчик. Мой маленький птенчик. Мой лысенький птенчик. А, это... Это кто-то лысенький? Ну, ты, мой крокодильчик кривоногий. Это кто-то кривоногий? Ну, а ты, мой крокодильчик гена. Ты что там, Зинуля? Кто я? Зинуля. Слушайте, сам на пробозе. Прежде чем обманывать жену, научитесь правильно набирать номер телефона своей крольчихе. Лучше не Зинуля. Ой, ты что? Тань, где что ли? Привет, Таня. Неужели Люба? Молодой человек. Может, мы с вами ещё и в города поиграем? Алло. Подумаю, и ни Зина, ни Люба. А Стелла. Вы кому звоните? Я? Я человеку звоню. А я что, по-вашему, насекомый, что ли? Подождите, подождите. А это что, не 320-26? Это 230-36. Слушай, 230-36. Повесься трубку. Ага, сам звонишь, сам и повесься. Подождите, 230-36. А вас что, правда Стелла звать? А правда не Геннадий? Я А. Значит, вы это не он. Ну, значит, я это не он, а вы, значит, не она. Ну, раз вы не он, значит, я кто-то другая. Слушайте, 236. А может, я вам ещё позвоню, а? Можно. Только осторожно. А я осторожно. Ой! Кажется, моя пришла. Я вешаю трубку. Я тоже. Пойду своему обед готовить. А, а я мне уже приготовила. У вас, у мужиков, как у хомяков, одна задача. Пожрать, поспать и сдохнуть. Знаешь, как голоса похожи. Знаешь, как все мужики похожи. АПЛОДИСМЕНТЫ